Видео подготовлено сайтом online-gdz.net Сейчас на странице 3 мы выполним задание под номером 2 Обобщи результаты работы групп по теме урока Вырежу условные знаки из приложения и расположи их в соответствующих окошках Проверь себя по учебнику. После проверки наклей условные знаки Итак, как действовать? Первое. При пожаре Если возник пожар, то нужно сначала попробовать быстро погасить пламя Для этого лучше всего набросить на огонь одеяло Без доступа воздуха он скорее всего погаснет Но если вы видите, что огонь разгорается То нужно немедленно звонить по телефону 01 и вызывать пожарных Затем надо убегать из квартиры и звать на помощь Если ты не один, а с младшим братом или сестрой Хватай их за руку и убегайте вместе Убегая, нужно закрыть за собой входную дверь Чтобы задержать распространение огня и дыма Как нужно действовать при аварии водопровода? Сначала ты должен завернуть специальный вентиль Который перекрывает воду в квартире Таких вентиль обычно два Один перекрывает горячую, а другой холодную воду Потом нужно звонить кому-нибудь из родителей на работу И они скажут, что делать дальше Возможно, они поручат себе позвонить диспетчеру Который пришлет водопроводчика Но бывает так, что прекратить воду невозможно Например, если прорвало трубу отопления или батарею Тогда нужно сразу звонить родителям или диспетчеру Можно обратиться за помощью к соседям Если произошла утечка газа, как нужно действовать? Если ты чувствуешь в квартире запах газа Нужно сразу же открыть окна, чтобы проветрить помещение Затем проверить все ручки плиты Перекрыть газ с помощью крана на трубе Ни в коем случае при запахе газа Нельзя зажигать спички, не включать свет Или электроприборы Если запах не исчезает Нужно вызывать мастера из газовой службы По телефону 04 Если вам понравилось видео Смотрите остальные решения на нашем сайте Если есть вопросы, предложения или пожелания Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях Продолжение следует...